Почему и как развивается метаболический синдром? А развивается он долго и тогда, когда количество калорий, энергии, которые человек получает с пищей за сутки, больше, чем он тратит этой энергии в этот день. И так каждый день, а люди-то в основном так и питаются. Но ресурсы организма ограничены, и запас прочности с возрастом снижается. Тем более, если этот запас прочности насиловать. Тогда в 40 лет он не будет таковым, как в 20. Итак, метаболический синдром – это нарушение энергобаланса и переводы этой лишней энергии в жир. Лишние калории – избыток энергии. А конкретный избыток сахаров приводит к откладыванию жира во внутренних органах. Тогда ухудшается кровоток этих тканей. Иммунная система провоцирует выработку интерлекинов. А они начинают разрушать все клетки, с которыми соприкасаются, куда их может доставить кровь. А это что? Это суставы, нервная система, стенки сосудов. Это в первую очередь. И во вторую такие органы, как печень, поджелудочная железа, почки, ну а далее все прочие органы. И запомните, вот такое состояние и есть системное хроническое воспаление организма. Очаги могут быть где угодно. А эти воспаления есть главные причины ускоренного старения всего организма и ранних болезней и преждевременной смерти. Конечно, инсулин растет из-за висцерального жира, когда ткани к инсулину становятся менее восприимчивы. И это происходит из-за потребления избыточных сахаров. И пусть у вас сахар в крови при анализах пока еще в норме, это само по себе ни о чем не говорит, не успокаивайтесь этим. Если вы едите сладкое, а анализы на сахар у вас пока в норме, знайте, что сахар у вас не растет пока только за счет большего производства поджелудочной железой гормона инсулина. А вот по анализам на инсулин как раз и ясно, что его становится больше, но сахар пока сдерживается. И это, что называется, первый свисток с того света. Но чувствительность клеток к инсулину падает как раз из-за развития и прогрессирования инсулинорезистентности и метаболического синдрома. Потому и нужны те анализы, о которых я уже говорил, чтобы понять, что происходит уже сейчас на данном этапе, пока до края еще дело не дошло. При метаболическом синдроме еще и угнетаются процессы аутофагии, то есть самоочищение на клеточном уровне. И все эти факторы, о которых я вам рассказывал сейчас, являются причинами развития онкологии. А хотите посмотреть полное мое данное видео, ведь это только отрывок из него, тогда под этим видео я оставлю вам ссылку на полное видео. А вы посмотрите полностью видео, как побороть метаболический синдром, ведь это жизненно важная информация. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.